Мои дорогие, доброе утро! Доброе утро! Вот ничего нового, опаздываю! Время, знаете, я еще дальше пошла. Дальше в своей наглости. Время, блядь, я сама в шоке просто. Время половиной девятого. Я не знаю, мне может быть сегодня придется ехать на такси. Я из постели только вылезла в восемь часов. Это жесть просто. Это просто жесть. То есть, я не знаю, я не могу выспаться. Вчера я легла спать, не поздно, не поздно. Вообще видео вечером вчера, как бы сказать, не снимала. Были свои такие дела, мелконькие такие, но они были. Позанималась делами личного характера, там поболтала по телефону, туда-сюда. Я вообще в шоке просто. Но сегодня пятница, пятница сегодня, пятница. Пятница, пятница. Легла спать с мокрыми волосами. Ну как с мокрыми? С мокрыми я не ложусь, потому что берегу подушки. Подушки пуховые, с полу, с такими влажными, я бы сказала. У нас такие ветра дуют. Вообще, такие ветра. На улице, допустим, градусов мало. Допустим, 3 градуса. А ощущается на минус 9. Такие ветра, вообще, это жесть просто. Это просто жесть. В своей наглости я иду все дальше и дальше. Время сейчас. Время... Упал поясок. Время сейчас. Пол девятого. Половина девятого. У меня не у шубы рукав. Кофе не пивший. Без трусов, без лифчика. Вот что хожу, что делаю? Ну, кровать заправленная, умытая. Слава Богу. Слава Богу. Хоть на этом спасибо. Вчера, слушайте, я прям не могу не похвастаться. Я... Я. Человек, который всегда смотрит все по скидкам. Я вчера купила опять манго. Но это были два последних. Они мягкие, они вкусные. Один уже сожрала. Вчера один сожрал, когда сыринка разговаривала. Та моя подружка, которая из Косноярска. Мы по телефону, по видеосвязи разговаривали. Он прям тающий во рту. Манго за 100 граммов 18 рублей. Где, думаете, купили в магните возле дома? Вот. За 100 граммов. Вы представляете, он просто, он тающий. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас покажу. Вы просто обалдейте. Я его прямо мыла. Он обал... Он просто... Он просто обалденный. Ну, не знаю, по крайней мере, тот обалденный был. Этот какой. О! Не, вы посмотрите. Мм. А-а-а! Он классный! Я взял такой сладкий-сладкий. Мм. Ну, я давно... Вот такого манго у нас... Ой, Инна, Инна! Стоишь ты тут. Распялила свой рот. Слушайте, вот... Вот я все-таки хороший человек. И когда я тороплюсь, все... Все для меня. Вот даже кофе уже быстро сварилось. Мм. Так классно начинать утро с чего-то вкусного, сочного и полезного. Угу. Ах! Я вчера одну сожрала вечером. Кожа большая. Они вот прям такие же, как в Таиланде. Конечно, я забыла, как и в Таиланде. Потому что я там больше 10 лет назад была. Но мне привозили. Люди добывают там. Мм. Смотри, какая волокнистая структура. Мм. 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 Пятница сегодня. Блядь, я вчера с таким сожалению ушла на работу. Думала, сегодня четверг, блядь. Скажу, что слабо. Так. Как-то удивительно, даже плита чистая. Боженька, спасибо тебе большое, что я стояла рядом и это дело. Успела все делать. Боженька, спасибо. Свою мою турку приготовлю. Кстати, вчера вечером пила кофе. Вчера вечером пила кофе и не одна. А-ха-ха. Ха-ха-ха. Еще вчера вечером пила вино, когда с Иринкой по телефону разговаривала. Причем я такая пришла, так сказать, пришла на кухню, наливаю вино. А она мне как-то говорит, что ты там наливаешь? Говорю, вино. Она говорит, подожди. Подошла. Вот что значит человек поддержит компанию. Вот она говорит, подожди. Коньячку себе плеснула. В кружечку из-под этого. И мы так с ней. Ну, я из этого бокала вчера пила. И мы так с ней. Чин-чин. Ха-ха-ха. Вообще, ну классно. Было бы классно. Я так нашла многих людей на Ютубе. Вот именно благодаря своему каналу. Вот да, вот очень многих людей, с кем я... Вот я прямо сожалею, что мы живем в разных городах. Вот прямо сожалею. Прямо вообще-вообще-вообще. Вот у меня Копина есть подружка. Копина сейчас, кстати, блогер стала. Блогер стала охуенный. Кулинарный канал у нее. Так и называется. Наташа Копина. Копина вообще звезда у меня. Она еще научилась ролики монтировать. О, на просторах Ютуб Копину ждет. Так, так, так. Копина. Вот Иринка. Юлька моя. Ландыш. Да вообще. Машка. Естественно, Анжела. Естественно, Олеся. Естественно, мои девочки вообще. Ух, мы такие... А, Настя, представляете, она мне кажет, блядь. Заговорила, заболталась, чуть не вылила кофе. Где мой телефон? Где мой телефон? Где? Где, 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 где? Каждое утро у меня такие красивые под этим, как сказать, пожелания. С добрым утром. Вот так и хочется вставать. Господи. Вот серьезно. Как можно не хотеть? Я распялила балкон, потому что нужен воздух. Я уже, кстати, шторы собрала. Я уже собрала шторы, заправила кровать. Я все сделала максимально. Блин, сорок минут доходит. А? Юлечка написала. Я желаю тебе утра доброго, настроения самого бодрого. И неважно, какая погода, утро доброе скажет природа. Пусть начнется оно с понимания. И с приятного очень внимания. Кофе крепкого, в меру бодрящего. Поцелуя любви настоящего. А-а-а-а. Хорошо, я вчера вечером был поцелуй. Пусть за ним день волшебный последует. Вечер чудный за днем пускай следует. С утра доброго все начинается. Пусть удача тебе улыбается. А-а-а-а. А-а-а-а. Да-да-да. Итак, это Юля. Я взяла телефон. Просто, Настя, на сообщение я уже прочитала. Смотрю одно сообщение. Не про... Не прочитанное. Так. Настюша мне прислала солнышко прекрасного доброго утра. Пускай... А, солнышко прекрасного доброго утра тебе. Пускай весь день и всю жизнь тебя преследует. Отличное настроение. Чтобы все получалось. И деньги не кончались. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Настюша, аминь, моя дорогая. Так самое-то что интересно. Блин, Иринка четыре фотографии мне уже прислала. Ну да, блядь, шапоголик. Это Индра первая. Та шапоголик. Посмотрите, она сидит, видимо, на сайте, выбирает обувь. Она вчера не показала свои магазины, в которых она ходит, в Кельвин Кляйн. Ага. Вот она. 8 990. Вот она, вот она. Ну вот она. Видите, несколько моделей. Вот, блядь, бабы, они и в Африке бабы. Вот всегда всех интересуют. Вот тут 8 990 скидка, 6 990. Всех интересуют скидки. Просто кого-то интересуют скидки на... Чё я тут встала? Просто кого-то интересуют скидки на, как сказать, на одежду. Кого-то интересуют скидки, блядь, на продукты. А вообще в общей массе нас просто женщины интересуют скидки. Просто. А вчера у Иринки муж, я с ним познакомилась, очень так же, по видеосвязи. Мы сидели, болтали на кухне. Я на кухне, она на кухне. У себя дома в Красноярске. Так смешно. Он заходит в Красноярске. Разница ведь к нашему плюс два. Мы болтали, наверное, часов в десять. У них время двенадцать получается. Заходит, пошел кушать. Вот все едят ночью, все, не только я, обжора. Люди, кто на ПП, вы, блин, мне кажется, вы одиноки в своей бедной доле. Вот просто мужчина зашел на пыль и говорит, я хочу есть. Иринкина говорит, вот котлетки, вот гречи подогрей там себе. Вот. С собой можешь взять на работу? Вот у меня ананас есть. Так пахнет. Может пропадает, блядь, уже? Нет, не пропадает. Это, как сказать, нет, уберу в холодильник. Уберу в холодильник и достану авокадо. Вот что мне нужно достать. Авокадо на работу мне нужно достать. У меня еще авокадо вот сколько. Видите, покупала много, а вот уже сколько-то осталось. Переложила их в пакет. Так, так, блядь. Иркина, сатинская шоколадка вывалилась. Ну вот, еще возьму на... Курочка-то в чем? А, да, не хочу. Вечером лучше моя. Не хочу. И на работе не захочу. Сколько время-то? Блядь, время без пятнадцати. Ёбаный случай. Инна, Инна. Вот бегаю. Боже, это волшебно. Я же вчера... У меня же вчера еще бесил-то. А что была? Вот реально бесил. Потому что... Я же вчера была типа на разгрузочном дне. Но в обед я думала, я сдохну с голоду. И Маринка принесла же мне этот суп, блин. У него муж варил суп. А она наложила нам на двоих. Она говорит, очень вкусный суп. Прям полезный. Он такой с капусткой, с морковью и с фрикадельками. С такими маханькими. И так ложечку делаешь, супика, и фрикадельку так ешь. А они такие, прямо такие говяжьи, такие плотненькие. И супик такой со сметаной. Короче, я не могла отказаться. И в итоге я все равно толком ничего не ела. Вечером я чуть-чуть совсем поела салату. И выпила, выпила два бокала вина. Ну, мама досъела. А могла она сжираться. О, еда-то у меня в доме. Еда у меня в доме умотается. Мандариночку, мандариночку. Мандариночку положим. Конфетки, бараночки. Конфетки у меня на работе есть. У меня и здесь конфетки есть. Видите, да? Трюфели. Они обалденные. Инна, ты с тобой же бегать, как электровенник. Блядь, 8,44. У меня моя наглость переходит все границы. Просто переходит все границы. Это жесть просто. Так, 8,44. Сейчас посмотрим, за сколько минут я оденусь. Ну, будем считать, что 45. Все, я, короче, одеваться. Все, считай. Я уже надела лифчик, платье и сдернула домашний костюм. Надо найти, надо найти, в чем пойти, в таких сережках. Блядь, ну они синие же. Вот в этих вот пойду. И в обыкновенную, и в цепочки с крестиком. И в колечки пойду. И в колечки. И в сережках. И стою рядом с балконом, с соплевым носом. Балкон открытый. Малый. Слушайте, столько людей болеет вообще. Столько людей болеет. Такая погода непонятная. Вообще, понимаете, люди прямо уходят на больничный. Прямо вот стопками. Мне надо колготки надеть. Время 8,40. Кстати, я за 2 минуты все отдела. Сдернула костюм. Вон его вывернула. Я же, когда снимаю, у меня же все наизнанку. Так. Сейчас я. Не колготки надеть, а выйти из... Блядь. Нельзя материться именно, когда тем более еще крестик надеваешь. Вот люди-то добрые уже елку убрали. Так. Блин, полный нос соплей. Блядь. Вот даже вот не скажешь ничего по-другому. Вот зубы, вот пьешь кофе, вот только что был совершенно другой оттенок. Вот только что был друг. Кстати, где этот противный кофе, который мне зубы темнит? Скоро он такой вкусный. Но я его больше одного раза в день не пью. Ну, вчера выпила совсем чуть-чуть вечера. Ну, вот столько. За компанию. Так, за компанию. Неужели колготки? Чего не сесть? Хочу садиться. О! Смотрите, какие ноги. Какие... Вот у меня камера вот настолько. Я нифига не Анастасия Молочков. Вот нифига. Ага. Блядь. Еще, блядь, не гибкая. Я-то еще больше, поэта, как сказать, убедилась вчера. Как коряга, блядь. Ну, смотри, как коряга. Так, все. Так, губы накрасила, сережки надела. Кофе попила. А вы когда взяла чечну это? Кофе прихлебнула опять в гущу. Полотенце не сырое. Закрыто. Так. Закрыто. Все, проверяем. Надо частями выходить из дома. Надо частями выходить из дома. Сейчас я нифигом иду. Так, эти шлепки, в которые я хожу дома. 8,51. Ну, ёптвою мать, именно. Ну, я думала, будет хуже гораздо. Я реально думала, хуже будет. Та-рам-па-рам-пам. Та-рам-пам-пам. Сейчас сопли просморкаю. Да, блин, сопли прям пузырем. Прямо пузырем сопли. Вот вообще нормально, нет? Так. Пятница. Могу себе позволить сами. А-а-а! 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 Это чистые волосы. Фух. Фух. Могу себе позволить любимые духи. Тин-дин-тин-тин. Шанель. Моя Шанель. В пятницу могу себе позволить все. А что, кстати, я не начала пить шампанское с утра? Радоваться пятнице. Пятнице, пятнице. Пока еще найдешь резиночку нужную. Вот в этой вот. Я почти вчера работала без обеда. Ну, потому что, блядь, я опаздываю. Потому что так мне и надо. Прийди на работу вовремя, да, будешь ходить обед гулять. А если ты на работу приходишь на 20 минут позже, то-то, соответственно, на... Ой. Не тот выключатель. То-то, соответственно, и на обед пошла могла 20 минут позже. Сейчас я никому... Я прям не могу. Как-то вот у меня люди не понимают, как можно есть авокадо, манго. У меня вот ни разу не одеванный есть пуховик в этом сезоне. Синий, такой голубой. В прошлом году, в начале года, его умные видели люди. Колумбия, знаете кто? Вот ни разу не одеванный. Как влезла вот в эту красную куртку. Она такая легкая, такая комфортная. Прям вот в ней удобно. Ну, длина-то у нее почти такая. Будет холодно надеем. Так, подухолилась. Все сделала. Ну и что, что она работает тогда? Ну и что? 8,54. Ебнуться легче. Просто ей легче ебнуться. Какая-то мне показалась, что я прям сырая. Думаю, Борисович, я прям свет включу сейчас. Блядь, чумаза еще. Думаю, надо же сырехонькая. Поеду на маршрутке, которая в 9 часов. Я на нее успею, был аккурат. В 9 часов на работу приеду в 23 минуты. Рабочий день у меня из 10 минут начинается. Здравствуйте, а что случилось? Ну, ничего страшного. Так, а что тут у вас за ремонтники? Ну, вода не поступает с мывной бачок. Да? А! Ладно же, вода не поступает с мывной бачок. Так двое мужчин слесарей. А я что-то даже не сразу разобрала, что это слесаря. Блин, ну такая дура. Ну, видно ведь, что они полицейские. Ой, ладно. Ой, на улице тепло. Пятница. Одним словом, пятница. Сейчас два выходных дня. Блядь. Вы представляете, я многим людям обещала... Одним обещаю увидеться, вторым обещаю позвонить. Блядь, я Иришке обещала позвонить уже два дня. Два дня. Она говорит, тынка, у тебя будет время свободное, ты позвони. Ириша, моя дорогая, я тебе сегодня позвоню. Блядь, какая я бессовестная. Я знаю, она меня смотрит, девочка. Это пиздец какой-то. Я обещаю, блядь, всем. Всеми все. Я ничего не держу, никакие обещания. Все. Доброго утра всем. Доброго пятничного утра. Ура. Ура, 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 ура. Всем моим дорогим доброе утро. Блядь, как заебись, а. Не так же. Нормально. Заебись, и получилось. 54. Было. Вот сейчас 56. Как раз на 9-ти часовой маршрутке. Да, в 23 на работу приду. Опоздаю. Даже чуть меньше, чем на 15 минут. И, ну, в обед-то отработаю. Пофиг. Все. Пока. 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 Пока.